всем привет понедельник 21 число вы на канале про деньги и рынки меня зовут максим журавлев ну что ж давайте начнем работать новая рабочая неделя сразу давайте начнем с валютной пары доллар рубль тем более московское время сейчас 10 часов утра и 20 минут пока пишу данное видео мы с вами видим что валютная пара доллар рубль растет на на момент записи обзора на 0 6 процентов прибавляет доллар торгуется на отметке 73 рубля 30 копеек плюс-минус евро по отношению к рублю 86 рублей 89 копеек за 1 евро то есть мы с вами видим что сегодня восстановительный рост мы сейчас более подробно обсудим по поводу возможных целей куда мы можем с вами прийти на какой курс рассчитывать на перспективу и также давайте посмотрим нефть нефть марки brent сейчас торгуются на отметке 73 доллара 42 цента обращаю внимание что по нефти да вот мы сами в сегодня в азиатскую торговую сессию по крайней мере на момент записи обзора сделали попытку подрасти но эта попытка она в общем-то пока что не уменьшалась успехом то есть видно что здесь некоторые идут продажи тем не менее продавливают нефть но что касается нефти я полагаю что все-таки сейчас действуют я полагать два фактора в основном который давит на рынок нефти первый фактор это действие фрс возможные дамы эту тему уже с вами обсуждали по поводу уже того что начинается вот это первые по крайней мере первые вопросы разговоры по крайней мере относительно сворачивания монетарных вот этих всех стимулов экономических стимулов и возможно повышение процентной ставки быстрее чем ожидает рынок наверное в двадцать третьем году скорее всего то есть это такой знаете на тактически негативный фактор для нефти но я полагаю что все таки в большей степени на нефть сейчас давят новости из области здравоохранения вот в последнее время вот стали чаще и чаще появляться новости что там появился новый какой-то штамм вируса здесь ситуацию усложняется ухудшается от количества боль заболевших растет то есть такое ощущение что вот эта тема сейчас она постепенно начинает превосхищать да все какие-то экономические вопросы и начинается опять вот это вот но не знаю истерика относительно коронавирусов и так далее но в любом случае эта тема она конечно же крайне чувствительно да особенно мы с ним говорим про рынок нефти поэтому здесь полагаю что это за этой истории нам необходимо дальше будет следить теперь возвращаемся к валютной паре доллар рубль а но вот этот рост конечно же он наблюдается меду рост доллара в частности валюты не только валютной паре доллар рубль и на индексе доллара тоже мы с вами сегодня видим что тенденция к дальнейшему росту в общем-то она ну по крайней мере не утихла это означает что доллар сша сейчас плюс-минус там по разным валютным парам его все-таки покупают но по той же самой причине это возможно изменение в монетарной политике фрс сша еще раз да это главная причина а что касается валютной пары доллар рубль еще и с точки зрения каких-то геополитических и внутренних вопросов то конечно же вы наверняка уже знаете о том что появились новости относительно новой сказать риторики относительно санкций против россии то есть соединенные штаты америки давайте найдем эту новость анонсировали очередной пакет санкций значит против нескольких компаний которые участвуют северном потоке 2 и еще конечно это все связано с делом так называемым делом навального но сейчас конечно нет какой-то конкретики в этом отношении но в любом случае крайне интересно это ситуация сейчас выглядит тем более кстати мы об этом сами говорили о том что даже вот встреча прошла байден путин в женеве вроде бы там улыбками ну условно формально обменялись но это вовсе не означает что все хорошо да что дальше все будет нормально мы кстати эту тему тоже освещали в том плане что у джоу байдена в частности американской администрации всегда есть поводы и может быть даже какие-то не знаю причины для того чтобы ввести санкции против россии против отдельных секторов может быть против отдельных компаний и так далее короче вот перри принимая во внимание вот эту ситуацию в части санкционного давления санкционной риторики российская валюта у нас конечно дополнительно испытывает давление но и соответственно мы с вами видим теперь вопрос по поводу ну условно говоря цели да куда мы с вами можем двинуться по валютной паре доллар рубль но вы знаете вообще от глядя на эту ситуацию обращая ваше внимание на вот эту вот свечечку которая у нас зафиксирована еще аж 15 апреля текущего года в этот день мы сами увидели огромный объем именно на покупку да такой какой-то вот всплеск импульс сейчас не будем возвращаться что там произошло но там вероятно всего что-то опять было связано с геополитикой так вот конечно же с точки зрения техники вот этот объем о но если вот уберем все какие-то от геополитические фундаментальные факторы оставим лишь сугубо технику то есть конечно же потребность на мой взгляд о спекулянтов протестировать опять таки вот этот уровень вот именно вот этот вот эту свечку вот этот вот диапазон поэтому есть вероятность конечно же она не стопроцентная но достаточно немаленькая вероятность что на протяжении например может быть до конца этого месяца может быть я думаю может быть в первой полной июля я не исключаю что мы с вами вернемся в диапазон 75 76 рублей за американский доллар то есть иначе говоря мы будем именно тестировать эту зону как дальше здесь цена будет себя вести конечно же мы будем уже смотреть что называется ближе к делу да поскольку на очень много факторов будет влиять и там будет конечно будем все ждать август месяц когда заседание будет точнее конференция банкиров в джексон холл там будем ждать риторику со стороны какова будет риторика главы фрс сша короче говорят сюрпризов вероятно еще может быть много и поэтому здесь она достаточно все любопытно ну а по факту понятно что скорее всего но по крайней мере вероятно на эту неделю мы сами заряжаемся именно в части ослабления российского рубля против доллара против евро друзья вот такая ситуация на утро на сегодня на утро я имею ввиду по московскому времени поэтому как дальше будет ситуация меняться покажет время и соответственно подписывайтесь на канал комментируйте и до встречи в следующих видео пока